Народ, всем здравствуйте! Это Лига Реал Эстейт. Это компания, которая занимается недвижимостью в Турции и на Северном Кипре. Делает это надежно, давно и качественно. Поэтому, если вам вдруг это актуально, пишите, звоните, приезжайте. Перевезем однозначно легко и безопасно. На нашем канале выходят иногда видео не очень динамичные, но жутко интересные. Так вот, сегодня тот самый случай. Сегодня важная, сложная и очень даже в каких-то местах нудная тема. Тема налогов очень актуальна. Разберемся, какие сроки, какие декларации, когда, где, какие формы бывают. В общем, все подробно и человеческим языком. Поговорим со специальным человеком, который реально понимает в этой теме. В общем, друзья, жутко действительно будет интересно и полезно. Поэтому присаживайтесь поудобно. Возможно, даже возьмите какой-нибудь блокнотик с ручкой, потому что, возможно, придется что-то записать. В общем, поехали! Квартиры в Мерсине. Большая площадь и специальная цена. Проект AstroTowers – сочетание комфорта, природной красоты и развитой социальной инфраструктуры. На территории вашего дома будет бассейн с аквагорками, баскетбольная площадка, футбольное поле, детская игровая площадка, спа-зона, зона для барбекю и отдыха, парковка для автомобилей. В продаже есть квартиры планировкой 1 плюс 1 и 2 плюс 1. Бонусом к каждой квартире вы получаете комплект встроенной бытовой техники бренда Archelig. Стоимость квартир начинается от 72 тысяч евро. Чтобы получить подробную презентацию прямо сейчас, нажимайте на активную ссылку под этим видео. Значит, для начала, друзья, конечно, я должен и обязан вам представить человека, как я сказал выше, специального человека, который реально разбирается в налогах. И я думаю, что многие, во-первых, ее узнали, потому что Лена... Всем привет! ...существовала на нашем канале несколько раз, и причем в совершенно другой ипостаси. Она вообще совместила себе две какие-то несовместимые профессии. Гида профессионального, причем, как бы там ни было, друзья, это амбассадор авиаселс, между прочим, на секундочку. Поэтому с точки зрения туризма и красоты турецкой природы, то, собственно говоря, тоже можно обращаться. Но еще, как я когда-то недавно узнал, Лена профессиональный, дипломированный специалист в области бухгалтерии, друзья мои. В общем, со мной сидит настоящий бухгалтер-гид. Вот так можно тебя характеризовать. В общем, друзья, Лена, привет тебе. Ну да, привет. Небольшую предысторию, почему вот так эти две профессии, они совместились. Дело в том, что всю жизнь мечтала быть археологом, всю жизнь мечтала прикоснуться к истории, к настоящей, к живой, вот к тактой. И когда пришло время, соответственно, поступать в институт, я нашла археологические факультеты, но папа мой такой диктаторского очень плана, он стукнул кулаком по столу и сказал, получай вначале нормальную профессию, потом делай со своей жизнью все, что хочешь. Но в итоге я закончила экономический факультет в университете, потом работала по этой специальности, параллельно закончила заочно юридическое отделение, то есть у меня в России и экономическое, и юридическое закончены. А потом, когда мне все это надоело, я плюнула на все, уволилась с работы, уехала в Турцию и выучилась на гида. И пришла к тем истокам, которые запретили. Да, и провела практически 15 лет в качестве гида, профессионального гида по Турции. Сейчас, к сожалению, в связи со здоровьем я вернулась к своей старой профессии, причем опыт в турецкой бухгалтерии у меня уже был достаточно большой, потому что в свое время мы занимались отелем. Соответственно, вся бухгалтерия, что российская, что турецкая, она здесь была исключительно на мне. И, конечно, в институт я здесь поступать не стала уже по бухгалтерии, но, тем не менее, окончены два курса. В прошлом году я училась, в этом году я училась. Небольшие курсы прошла, когда у нас была пандемия. Это все на турецком языке, это все турецкая бухгалтерия. Ну и как бы совместно мы работаем с одним из крупнейших, наверное, бухгалтеров, которые здесь у нас есть в Алании. Я назову его имя Ахмед Юксель, чтобы все знали, что это все на самом деле легализовано, и все это профессионально и с турецкой точки зрения, и с, конечно же, нашей российской точки зрения тоже. Скажи, а вот турецкий бухгалтер, он может существовать как отдельная единица, или он обязательно должен был прикреплен к какому-то там предприятию? Значит, здесь есть такое понятие, как малимушавир. Это бухгалтер, у которого есть лицензия на ведение бухгалтерской деятельности. И даже не юрлицо, бухгалтер прикреплен к юрлицу, а юрлицо прикреплено к бухгалтеру. То есть, если вы как юрлицо, например, открываете компанию, либо открываете ИП, вам дают налоговый номер, и вы автоматически прикрепляетесь к какому-либо бухгалтеру, которого вы выбрали. То есть, сдавать налоговую отчетность вы сами в налоговую не имеете права. Это имеет право делать только лицензированный бухгалтер. Здесь есть бухгалтера лицензированная. Если вы поедете по разным городам или даже в Алании, в центре, особенно около налоговой, огромное количество офисов с синей вывеской с буковками М. Есть одна буковка М, но вот как-нибудь обратите внимание, есть одна буковка М, есть две буковки М, есть три буковки М. Вот три буковки М – это самый высокий статус у бухгалтера. Если у нас бухгалтера, они работают на предприятиях, у ИПшников, они берут несколько ИП себе под опеку и ведут их, то здесь все с точностью наоборот. То есть бухгалтер – это особенно лицензированный Мали Мушавер, это аутсорс однозначно. То есть он ведет несколько больших фирм. Если это какое-то совсем крупное предприятие, у них, скорее всего, есть свой бухгалтер внутри, который ведет внутреннюю бухгалтерию и который уже подает все налоговые декларации. То есть бухгалтер, который Мали Мушавер, он внутреннюю бухгалтерию никого не ведет. То есть вы ему сами предоставляете все данные. Короче, бухгалтер здесь прямо уважаемый человек. Очень, очень. Такой прямо знает все, как говорится, вторая рука после мэра, собственно. Ну, на самом деле, как, наверное, в любых странах, как и в России, так же, как и в Турции, если хотите, чтобы у вас... Все было чики-пуки. Да, все было чики-пуки, все правильно, Дениса. На моем языке. То вам нужно выбрать, конечно, хорошего бухгалтера, потому что есть, ну, не то, что недобросовестные, а есть просто незнающие. Непрофессиональные. Да, которые выполняют свою работу, как выполняли ее, там, 20 лет назад и не следят за законодательством. Потом прилетают, конечно, очень большие штрафы с налоговой и со всех проверок. Так, чтобы здесь стать бухгалтером, таким профессиональным, настоящим, официальным, что нужно? Нужно закончить университет. Местный. Местный, да. Российская, грубо говоря, тебе не помогут. Ну, если вы сможете подтвердить свой диплом, то, в принципе, он, да, может прокатить, но в итоге все экзамены потом на лицензирование вам нужно будет сдавать самостоятельно. То есть местное, в любом случае, образование, местное подтверждение. Местное подтверждение, да, и получение лицензии первоначальной. Она продлевается как-то или получаешь? Ежегодно сдаются экзамены. А, экзамены. Да, да. На правопригодность. Насколько отличается система налогообложения, например, здесь, в Турции и, к примеру, в России? Система налогообложения не сильно отличается, она достаточно доступна, она очень простая. Здесь нет таких понятий, как, например, упрощенка, что-то еще. То есть каких-то простых форм. Все очень просто, что у юрлиц, что у ЕП. Это доходы, минус расходы. Вот у вас то, что осталось, это вы платите налог. Есть, конечно, маленькие исключения, но, тем не менее, вот схема, она очень простая. Ну, это для тебя она очень простая. Есть, естественно, юридические лица, да? Конечно. Есть физические лица. И есть ЕП. Это третий вид. Третий вид. Чем вот они, ну, вкратце, отличаются налогообложениями? Юрлица – это гораздо более приоритетно для любой деятельности, наверное, здесь в Турции. Потому что, если даже ты приходишь в банке, у тебя, например, ЕП или юрлицо, к юрлицу как-то относятся более положительно. Но, тем не менее, у меня есть очень много ЕПшников, да, у которых ЕП, у которых достаточно большой бизнес, и все это они ведут именно на ЕП, потому что там попроще. Попроще с документацией, попроще с оформлением, попроще немножко и с налогами, и с налоговыми ставками. Ну, скажем так, что в этом году, например, поскольку выборы президента, налоговая ставка для юрлиц, налог на доходы, она установлена в размере 23% от суммы прибыли. А у ЕПшников, у них прогрессирующая ставка от 15% до 35% в зависимости от суммы, облагаемой налогом. То есть, если вы там получили, ну, грубо говоря, 10 тысяч лир, у вас будет 15%, если вы там получили прибыль, именно не оборот, не про обороты я говорю, а именно про прибыль, например, 5 миллионов, то у вас ставка будет 35% от 35% до 40%. А, то есть, тем больше зарабатываешь, чем больше прибыль, тем больше ты платишь налогов. Это есть прогрессивный налог. Новая резиденция в Мерсине с акцентом на эко-концепцию и сохранение максимального количества зелени. Открытый бассейн с зоной отдыха, фитнес-зал, хамам, сауна, детская игровая площадка, парковка, беседка для отдыха и даже кинотеатр и кафе – все это будет на территории вашего комплекса. На территории 3167 квадратных метров будет расположен один десятиэтажный блок, в котором будет 110 квартир. Особенность планировок квартир состоит в том, что они все двухкомнатные, но делятся на три типа – по своей площади и расположению. Чем раньше вы осуществляете бронирование квартиры, тем большим выбором будете обладать. Сдача комплекса состоится уже в конце 2023 года. Нажимайте на ссылку, чтобы узнать подробнее. Какие вообще виды налогов? Я понимаю, что их достаточно много, но вообще давай их хоть как-то так перечислим, чтобы в каком-то порядке мы поняли. Какие виды налогов вообще существуют в Турции? Ну, на самом деле, первый – это подоходный налог, да, это налог на доходы, он распространяется так же, как в России, практически на все, на любой ваш доход. И у физлиц, и у юрлиц разные ставки. Например, налог на дивиденды, он всего 10%, подоходник у физлиц, он 15%, ну, у физлиц, да, у ИП, как я уже сказала, подоходник от 15% до 35%, у юрлиц подоходник составляет в этом году 23%, его каждый год в зависимости от состояния экономики страны устанавливает президент. Это я читал. В 2022 году она была 20%, в 2023 году она 23%. Так, окей, подоходный налог, еще что? Подоходный налог, различные налоги на товары и услуги, ну, косвенные налоги их так можно назвать, да, налоги на недвижимость и имущество, различные консультационные сборы, таможенные сборы, ну, это в русском языке говорится, я могу и турецким языком сказать, как они называются. Значит, есть такой налог Дамга-Вергеси, это гербовый сбор, он от 0,1% до 0,6% начисляется ежеквартально на юрлица. Также у ИП гербовый сбор, по-моему, два раза в год взымается. Значит, есть очень интересный налог стопаж, который вот мне очень сложно объяснять, потому что очень сложно понимать, что же это такое. Если вы что-то арендуете или нанимаете кого-то на аутсорсе, например, того же бухгалтера Мали Мушавир, да, или кого-то еще, кто не работает у вас в компании, но, тем не менее, деньги вы ему заплатили по какому-то договору, адвокатские услуги, там, нотариальные услуги, что-то еще, и у вас есть такой налог, который называется стопаж, стопаж, он рассчитывается исходя из 20% ставки от суммы, которую вы заплатили. Значит, смотрите, если вы снимаете, ну, например, помещение под магазин, да, и вам говорят, да, все, там, друг, мы договорились за 10 тысяч лир, все, ты мне будешь платить, а то приготовьтесь к тому, что когда вы официально оплатите эти деньги, где вам выставлен будет еще налог стопаж, когда договариваетесь о сумме аренды, это не касается, на самом деле, если официально заключен договор с квартирой, то это касается и квартиры тоже, но вообще я имею в виду про все остальные помещения, про все остальные аренды, то есть у вас в договоре сумма должна быть прописана точно так же, как в чеке в магазине, вот у вас сумма аренды плюс 20% налог стопаж, и вот эта вот общая сумма, она и будет являться, окончательная сумма аренды, чего-либо, если вы пользуетесь услугами бухгалтера, то там тоже обычно в конце года, по тому, сколько вы платите ежемесячно, выписывается фатура, подписывается, естественно, договор в самом начале, и то же самое с этой суммой услуг на аутсорсе, вы также обязаны будете заплатить этот 20% налог, значит, смотрите, здесь по договоренности, либо платите вы, либо платит тот человек, который вам эти услуги предоставляет, это уже как вы договоритесь, но если вы на берегу об этом не договорились, то в любом случае, как бы государство этот налог повесит на вас. Знаешь, у меня сейчас созрел вопрос, у меня и было куча, но я понял, и скоммуницировал один вопрос, вот смотри, с точки зрения иностранцев, все-таки мы же иностранцы, какие налоги мы должны и обязаны платить в Турции? Здесь система очень простая, если вы более 6 месяцев проживаете на территории Турции, находитесь при этом не на лечении и не на обучении, то вы становитесь автоматически налоговым резидентом этой страны, и все налоги вы должны платить здесь. То же самое касается, например, Российской Федерации, если вы 6 месяцев там не проживаете, то вы, да, вы отсутствуете, то вы автоматически снимаетесь там с учета в налоговой, то есть вы там не должны платить налоги. Какие же налоги здесь на вас могут повесить, если вы получаете какие-то дивиденды, каких-то акций, с каких-то, да... То есть не заработную плату? Не-не-не, не заработную плату, нет. Причем извне, да. Извне, да, которая... Ну вот обычно это доходы с акций, да, с продажей акций, с покупок, там платится налог в размере 10%. От прибыли. Да, от прибыли. Это налог с дивидендов. Значит, если вы получаете ежемесячно сюда зарплату, например, вы работаете где-то за границей, на удаленке, и получаете здесь ежемесячно зарплату. То есть рано или поздно налоговая может заинтересоваться, почему у вас постоянно приходят деньги, откуда они у вас приходят, да, и как они у вас зафиксированы. В этом случае я всем советую оформить ИП. Оно, конечно, не дает вам право на работу, но тем не менее она дает вам право нормально получать деньги. Имея ИП, вы выписываете счет-фактуру, у вас получается налог на прибыль. То есть вы можете, если вы работаете дома, и у вас, например, съемная квартира, вы можете все счета, сумму аренды, какие-то канцелярские мелочи за интернет, за свет, за воду, все вот это указывать в расходы вашего ИП, то есть вашей компании, да, и потом от оставшейся суммы платить налог. Как я уже сказала, да, у ИПшников это от 15 до 35, у юрлиц это 23%. Самое главное, что вы должны знать при открытии юрлица и при открытии ИП, это то, что будучи зарегистрированным здесь в налоговой, это не дает вам право на официальную работу и на получение ВНЖ. То есть миграционная служба с налоговой службой, они в принципе не связаны никак совершенно. При подаче документов, например, на ВНЖ вы можете приложить документы, что у вас здесь бизнес, что вы здесь работаете, что вы платите налоги, что у вас задолженности нет, ни по ИП, ни по юрлицу, да, это будет плюсом. Сразу скажу, что на это сейчас уже обращают внимание, но официально работать, к сожалению, вы не можете получить, например, ВНЖ, потому что, ну, якобы вы здесь работаете, у вас рабочая виза, это не является основанием для получения рабочей визы, вы тоже не можете. Продолжение следует... В продаже есть двухкомнатные квартиры площадью от 51 квадратного метра и двухуровневые трехкомнатные квартиры площадью от 105 квадратных метров. До окончания строительства можно оформить беспроцентную рассрочку. Какой налог, что нужно платить, сколько надо платить людям, которые приобретают здесь недвижимость? Вообще, какие налоги на недвижимость здесь существуют? Ну, значит, самое первое, если вы приобрели здесь недвижимость, в течение первых пяти лет после покупки ее, конечно, лучше не продавать, потому что иначе вы будете платить налог с разницей кадастровой стоимости, которая у вас указана в ТАПУ, и той стоимости, за которую вы продали. То есть вы купили, например, за 500, продали за миллион. И вот с этой разницы, с 500 вы будете платить налог, он от 15 до 40 процентов, в зависимости от суммы. То есть если 5 лет у вас недвижимость как бы пробыла, то тогда без проблем вы этот налог не уплачиваете. То есть он как бы автоматически убирается? Да, он автоматически убирается. Что вы еще платите? Вы, конечно, платите ежегодный налог на недвижимость. Он считается, исходя из квадратных метров и кадастровой стоимости, которая указана в ТАПУ. От 1,1 до 0,6 процента. А, то есть не такой, что прям суперфункт большой? Нет, 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 он небольшой, он совсем небольшой. Ну и при оформлении купли-продажи, при оформлении вот этой вот сделки по недвижимости, там тоже платится налог, он платится 4 процента. Но вот эти 4 процента, как правило, должны обычно в турецких сделках их платят напополам покупатели-продавец 2,2. Турки, да, когда покупают друг у друга? Да, а с иностранцами здесь все налоги вешают на иностранцев. Да, ну типа у вас денег много и платят делаются. Все 4 процента вешают на иностранцев. И все получается? То есть при покупке, да, ну при сделке, собственно говоря, вначале? Ну, в принципе, большие налоги все, а мелкие, которые платятся в ТАПУ, там еще где-то, я думаю, что риелторы вам более подробно расскажут. Ну да, нет, нет, это уже деталь. Конечно же, главный вопрос, логичный. Во-первых, что будет, если не платить? Ну это же мы, типа, реклама прошлого заплатил налоги и список спокойно. Так вот. На самом деле здесь то же самое. Да, заплатил налоги и список спокойно. Дело в том, что здесь начисляются пени за просрочку, пени достаточно большие. А если вы не платите, там, лет 5-10 и накапливается определенная сумма по налогам, то вне зависимости от того, что на вас есть, что здесь записано, это может быть взято государством, выставлено на продажу, и остаток суммы вам возвращать будет еще лет 5, но налоги ваши покроют. Были ли случаи какие-то очень жесткие, когда, не знаю, там, садили в тюрьмы, бешеные штрафы выписывались и депортировали, не знаю, ну, в общем, возможно, ты где-то там все равно в этой же области как-то знаешь, понимаешь? Такие серьезные случаи с депортацией еще с чем-то нет. С посадками? Нет, с посадками таких случаев у меня не было, потому что все мои клиенты, с кем я работаю, они все, в принципе, нормальные налогоплательщики, и обычно, если даже задерживают налоговые платежи, ну, на день-два, то от меня не так легко отделаться. И сама отличная вещь. Я начинаю, да, потому что пени на самом деле очень большие, если деятельность уже не ведется, например, и предприятие уже не работает, но у вас все равно остались долги по налогам перед государством, то здесь, ну, опять же, я говорю, исходя из суммы, могут арестовать ваше имущество. Какой был самый большой налог? Ну, я не знаю, платеж, налог, есть ли какая-то цифра, прям, которая человек заплатил там, вау, вот токенскую? НДС, когда за ней надо очень хорошо следить, чтобы входящие НДС и исходящие НДС, они тоже были плюс-минус на, ну, на таком, на нормальном стабильном уровне, потому что, опять же, что касается риэлторов, опять же, не тех, кто покупает недвижимость, а вот именно самих риэлторов, потому что сделки, например, с суммами, по которым можно получить гражданство, то есть это 400 тысяч долларов, они достаточно большие, вот здесь накладывается НДС. И чтобы его уменьшить, то есть нужно купить что-то ненужное на очень большую сумму, чтобы этот НДС уменьшить, иначе придется платить его государству. Ну, на примере из сегодняшней практики могу сказать, что у меня есть, например, человек, который работает здесь на аутсорсе, он работает в компаниях, которые находятся за границей, и ему на счет ежемесячно приходят 11 тысяч долларов, ежемесячно приходит. То есть какие-то, конечно, мы расходы показываем, но они, ну, скажем так, не особо большие, они, конечно, не покрывают сумму в 11 тысяч долларов ежемесячно, и тем не менее, где-то, ну, тысяч семи ежеквартально, ему приходится платить, да, приходится платить 23-процентный налог на доходы, он платит. И он с этим согласен, потому что говорит, лучше я здесь буду, ну, как бы нормально, легально работать, что меня никто не оштрафует, никто меня не накажет, и сплю спокойно, заплатил налоги, и сплю спокойно. Приехал на собственном автомобиле, ну, я имею в виду, там, например, из России, пересек границу, ты там тоже, не знаю, наверняка, какие-то налоги платишь. Когда ты приезжаешь сюда на машине с иностранными номерами, там есть налог, который платится на таможне, но он к этому не имеет никакого отношения ни к бухгалтерии, ни к чему, да. Налоги, которые платятся здесь с машин, с любых движимых средств, с турецкими номерами, это могут быть машины, мотоциклы, яхты, корабли, я не знаю, вертолеты, самолеты, в общем, любое движимое имущество, оно есть, значит, платится от, от модели, скажем так, исходя из модели, очень разные ставки на все виды транспорта, значит, чем моложе у вас модель, чем больше у нее лошадей, и чем дороже она по стоимости, тем больше у вас будет налог. Налог начисляется в начале года, он разделяется на две суммы, и два раза в год вы обязаны его пройти. Самое интересное, что касается тоже машин, если у вас машина с турецкими номерами, и вы еще не проходили техосмотр, то я вас предупрежу, что вы его не сможете пройти, пока у вас не заплачен налог, и не оплачены все штрафы, которые были повешены на эту машину. Только в этом случае вы сможете взять рандеву на прохождение техосмотра. Так что, друзья, тот, кто владеет уже и машин с турецкими номерами, переоформленный или купленный здесь, как у вас, вы имеете в виду, действительно, это очень-очень важно. Я знаю понятие фискальный год. Фискальный год, он такой же, как в России, с 1 января по 31 декабря. 31 декабря фискальный год заканчивается, и потом уже начинается отчетный период. Отчетный период, годовую декларацию, мы сдаем до 30 апреля, по НДС мы сдаем до 30 мая, но годовые подсчеты. То есть, весь первый квартал, он идет на подсчет всех тех цифр, которые предварительно были посчитаны в течение года. И вот те налоги, которые были начислены, их какие-то нужно заплатить до 1 июня, какие-то можно до 1 июля. То есть, это годовые уже, там идут свои определенные градации по датам. Значит, есть налоги, которые считаются предварительно в течение года. Тот же Геллир Вергеси подоходный налог, это КДВ, это НДС, Костопаж, это вот налог на аренду, так его можно узнать. В общем, ежемесячные налоги, которые тоже считаются, они в разный период считаются, там есть разные сроки оплаты. С 25 по 30 число нужно, в общем, все налоги оплатить, такие как НДС, Коподоходный налог, Костопаж, это с аренды гербов и сборы, в общем, все остальные. Старт продаж. Квартиры в нашем новом проекте в рассрочку. Демертаж. Район, который стремительно растет, развивается и обладает высокой инвестиционной привлекательностью. Именно здесь началось строительство нового премиального жилого комплекса. Инфраструктура включает в себя открытый бассейн с аквагорками и зоной отдыха, сауна, джакузи, фитнес, детская игровая комната, беседки для барбекю, детская игровая площадка, теннисный корт, подземная парковка, электрогенератор, видеонаблюдение 7х24, охрана 7х24. У комплекса будет частный пляж, на который вас будет доставлять регулярный трансфер. Всего в комплексе будет 81 квартира. Вы можете выбрать апартаменты планировкой 1 плюс 1 или пентхаусы планировкой 2 плюс 1. Покупая квартиру в этом комплексе, вы можете оформить беспроцентную рассрочку до ноября 2024 года. Ну что, друзья, я думаю, что понятно, что тема действительно большая, сложная, тяжелая, в ней очень можно, как по песку идешь, и узябнуть очень-очень сильно. Для этого, собственно говоря, и существуют профессионалы. Лена, вот тут без всяких зазрений совести и чистой души могу посоветовать, потому что, зная тебя с разных аспектов и с личных в том числе, в общем, человек сделает, как говорится, на совете. А когда еще существует вот этот, не существует, точнее, языковой барьер, потому что, да, вот эти сложности, игра слов, вот эти сложности перевода, то можно действительно вот и не туда, собственно, Особенно в профессиональных теминах, когда переводишь через переводчик, там иногда такие смешные вещи вылазят. Так что, друзья, имейте в виду. Ну и спасибо, что досмотрели это видео до конца, до этого момента. Мы стараемся. Понятно, что еще можно долго разговаривать на эти темы. Опять же, если вам это интересно, задайте вопросы, мы, собственно говоря, ответим в видео в формате. Подписывайтесь под нас, ставьте лайки, комментируйте, потому что мы делаем исключительно все для вас от чистого сердца. ищем темы, приглашаем гостей, съемаем, ездим, улетаем, прилетаем. В общем, много всего хорошего и интересного. Спасибо. Так что, друзья, спасибо вам, наслаждайтесь. Ну а по всем вопросам недвижимости и не только обращайтесь в Лигу, мы вам поможем. Пока. Хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok